Радужные и счастливые дни безудержного потребления подходят к концу. Привет, ребята, и добро пожаловать на канал Богатейший Ди. Сегодня долг США превышает 23 триллиона долларов и продолжает расти. Существует очень высокая вероятность того, что одним из последствий любого замедления в экономике может оказаться дефолт долгового пузыря. Но это не означает, что долги будут прощены, и при этом проценты по долгам составляют более 500 миллиардов долларов в год. С учетом сокращения федеральных доходов, которые неизбежно вызовет рецессия, вероятность того, что дефицит будет увеличиваться с каждым годом, будет расти до тех пор, пока практически станет невозможным обслуживать долги, не сократив расходы до минимума. Включая, кстати, и расходы на оборону, и все это для того, чтобы предотвратить дефолт. Это ужасная ситуация, которую администрация Трампа еще более усугубляет тем, что набирает дефицит бюджета в 1 триллион долларов в 2019 году. Кстати говоря, сегодня этот дефицит продолжает расти. И на этом фоне различные прогнозы следуют один за другим с огромной скоростью. Похоже, что есть предрешенный вывод, что 2020 год это та самая дата, когда по нам ударит то, что потом будут называть самым крупным крахом финансовой системы за всю историю человечества. Следующий мировой финансовый кризис начнется в 2020 году, предупреждает инвестиционный банк JP Morgan. По мнению банка, он будет спровоцирован автоматизированными торговыми системами. Глобальный цикл уже пережил ряд угрожающих циклу событий, в том числе проблему долгового бума в США и кризис суверенного долга Европы в 2011 году, резкую истерику в 2013 году, резкое падение цен на сырьевые товары в 2014 году и замедление роста Китая в 2015. А теперь и угроза Третьей мировой войны, смертельный вирус в 2020 году, на который и можно теоретически спихнуть крах финансовой системы. Справедливости ради стоит отметить, что не только экономика Китая, но глобальный рост экономики с 2013 по 2016 годы также переживал падение. И лишь с 2017 по 2018 наблюдалось синхронное восстановление. Нам очень повезло, что мы сумели избежать рецессии в это время. Тем не менее, сегодня мировая экономика уверенно движется к этой рецессии. По крайней мере, именно так говорит нам страх после нескольких месяцев предупреждающих знаков от двигателя мировой торговли, который уже несколько раз находился в ремонте в этом году. Здесь мы рассмотрим 13 знаков того, что эта тенденция после 10 лет бурного расширения и роста в скором времени может измениться с точностью наоборот. За последние несколько месяцев мы видели некоторые поразительные основные индикаторы того, что мы можем стать свидетелями глобального краха в ближайшее время. Невероятная и практически фантастическая, но тем не менее вполне реальная кульминация множества факторов ведет к этому. Американо-китайская торговая война, замедление ВВП Индии, суматоха вокруг выхода Великобритании из Евросоюза. Основные экономики во всем мире продемонстрировали признаки замедления экономического роста во втором квартале 2019 года, а некоторые из них даже не просто замедлились, а ушли в минус. Быстрый взгляд на крупнейшие экономики подтверждает это. Экономика США выросла на 2% в годовом исчислении во втором квартале 2019 года. По сравнению с 3,1% в первом квартале. 2% это самый низкий показатель со времен первого квартала 2017 года. Китай, ставший страной с наибольшей долей мирового роста экономики, продемонстрировал незначительный для себя рост ВВП на 6,2%. Это самый низкий показатель за последние 27 лет. И даже ниже 6,4% во время финансового кризиса 2009 года. Япония превзошла оценки роста ВВП в первом квартале 2019 года, но второй квартал был немного медленнее. Германия имеет крупнейшую экономику, которая фактически сократилась во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2019 года, полностью изменив десятилетнюю тенденцию роста. Как и в Великобритании, между прочим, где впервые за 7 лет происходит сокращение на 0,2% по сравнению с ростом на 0,6% в первом квартале 2019 года, разумеется. Франция также показывает замедление на 0,1% до 0,2%. И, наконец, вторая по величине азиатская экономика, Индия, также ослабевает, зафиксировав рост ниже привычных 6% ВВП. Кроме того, в сфере недвижимости и автомобильной промышленности наблюдается спад. За последние 6 месяцев основные фондовые рынки едва сдвинулись с места. А в некоторых случаях, например, Nikkei 225, произошел очень резкий и быстрый обвал с таким же резким восстановлением, хотя падение после восстановления все равно продолжается. А теперь по пунктам. Первый пункт. Обострение Американо-Китайской тарифной войны. 18 месяцев назад Дональд Трамп стартовал свою компанию «Америка прежде всего» и начал он с борьбы за сталь. Президент США ввел 25% импортные тарифы на сталь против Китая, ЕС, Индии, Канады и Мексики. С тех пор все внимание было сосредоточено на Китае. Трамп обвинил Пекин в манипуляциях ценой американских товаров с помощью обвала своей валюты. В качестве наказания он ввел импортные тарифы на широкий ассортимент китайских товаров. И пригрозил расширить сферу охвата, включив в нее компьютерную технику, игровые приставки, телефоны и ноутбуки. На самом деле трудно оценить воздействие таких решений, но большинство стран сообщают о спаде в торговле, так как тарифы кусаются. Из действий Пекина, то есть обесценивание собственной валюты ради нивелирования боли от тарифов, мы делаем вывод, что торговые войны неизбежно ведут к войнам валютным. Второй пункт. Замедление роста США. Трамп унаследовал оживленную экономику, а затем дал ей резкое снижение налоговых ставок и корпоративные распродажи. Звездный рост в 2017-2018 годах побудил Центральный банк США и Федеральный резерв повысить процентные ставки, чтобы успокоить ситуацию. Повышение ставок стало максимальным за 10 лет. Сочетание этих более высоких расходов по займам, прекращение американской сахарной лихорадки и тарифной войны с Китаем, которая привела к увеличению затрат на импорт, ударило по промышленному производству США. Цифры на прошлой неделе показали, что производственный сектор США находится в стадии снижения впервые за десятилетия. Трамп, опасаясь, что экономический спад повредит его ожиданиям на переизбрание, ругал ФРС за медлительность в снижении ставок. Компания US Steel, которая, как полагал президент, процветала, поскольку была защищена от дешевого импорта из Азии и Европы, сказала, что бизнес стал настолько плохим, что приходится увольнять рабочих. Стоимость акций компании упала приблизительно до тех отметок, которые были до избрания Трампа президентом Соединенных Штатов. Третий пункт. Долгая рецессия в Германии. Министр финансов Ангелы Меркель Олаф Шольц выразил надежду, что германская экономика получит 55-миллиардный транш в долларах, чтобы предотвратить неизбежную рецессию. Экономика страны сократилась во втором квартале 2019 года на 0,1%, но, как ожидается, второй квартал 2020-го будет куда хуже. Для понимания перспективы до этого экономика Германии в среднем росла на 0,6%. Большинство аналитиков ожидают, что дополнительных денежных средств Шольца окажется недостаточно, чтобы предотвратить два последовательных квартала отрицательного роста. Чтобы вы понимали, два последовательных квартала с отрицательным ростом – это техническое определение рецессии. Да и вообще руководство немецкого государства слишком поздно спохватилось. Направление движения экономики страны в этом и следующем годах во многом зависит от восстановления в Китае, где Германия сейчас продает большую часть своих станков, промышленного оборудования и автомобилей. Четвертый пункт – китайский долговой кризис. Китай являлся, можно сказать, спасительным двигателем для мировой экономики после финансового краха 2008 года, даже больше, чем Соединенные Штаты. Но страна переживает полномасштабный кризис задолженности. Причем должны все – и государственные отрасли, и потребители тоже. Банки отягощены кредитами, которые никогда не будут погашены. Текущая ситуация в Поднебесной очень схожа на американскую в 2007-м, а местами она даже хуже. Нужно помнить, что каждый раз, когда Пекин пытался обуздать чрезмерное потребительское и корпоративное кредитование, мировая экономика реагировала на это колебаниями, заставляя китайских политиков снова ослаблять свою политику в отношении кредитования. Между тем, рост промышленного производства в стране находится на 30-летнем минимуме – всего лишь 4,8%, а обычно 6-8%. Официальный Пекин хочет, чтобы экономика стала более автономной и независимой, с переходом от экономики производства к экономике сервиса и услуг. Но это долгий путь, который еще стоит пройти. Пятый пункт – Brexit. Неопределенность в отношении будущего Британии и будущего крупнейшего торгового блока в мире уже нанесла ущерб инвестициям и росту ВВП страны. Великобритания вышла из состава Евросоюза 31 января этого года, а большинство экономистов считает, что ущерб, который последует за этим решением, будет серьезным. МВФ, ОСР и Всемирный банк тоже предупреждают, что уход без сделки Великобритании с Евросоюзом будет тормозить и рост страны, и глобальный рост, учитывая, что Великобритания является шестой по величине экономикой в мире после Франции, состоянием на 2017 год. Шестой пункт – Аргентина, Иран, ЮАР, Турция и Венесуэла. Ряд стран в настоящее время находятся в состоянии рецессии или же в состоянии сокращения и снижения экономических показателей. Иран сталкивается с блокадой со стороны США и не может продать свою нефть или получить доступ к финансовым рынкам. Аргентина отягощена огромными долгами, а Венесуэла, несмотря на то, что обладает крупнейшими в мире запасами нефти, находится в состоянии политического и экономического кризиса. Международные инвесторы не очень беспокоятся об этих странах, которые на протяжении многих лет были ограждены финансовым отношением от всего мира. Но Южная Африка и Турция представляют большую проблему. Они более интегрированы в региональные и международные рынки, что означает, что долговой дефолт будет иметь гораздо большее влияние на мировую экономику. Все вышеперечисленное является явным признаком надвигающейся рецессии, спад роста, сокращения экономики, замедления торговли и общие отношения к рынку. И вишенкой являются последние события по обе стороны Атлантики, которые также являются верными предвестниками надвигающейся экономической гибели. Седьмой пункт. Знаменитая инверсия кривой доходности. Кривая доходности инвертирована. Но что это значит и каковы последствия для экономики? Это признак того, что инвесторы не хотят вкладывать свои деньги в долгосрочные облигации, а предпочитают более краткосрочные. Это и вызывает инверсию. Это само по себе является признаком неопределенного будущего и того, что инвесторы не уверены в том, чего ожидать от этого будущего. Инвертированная кривая доходности предсказала семь последних рецессий. Восьмой пункт. Признаки фискального стимулирования в основных мировых экономиках. 12 крупных экономик терпят неудачи в бюджетных расходах, направленных на рост. В отличие от последней рецессии, которая была похожа на эффект снежного кома в США, в этот раз все по-другому. Из-за сверхнизких процентных ставок и дешевых денег, которые наводнили весь мир после последней рецессии, у них осталось очень мало инструментов и пространства для восстановления своих экономик. Все основные экономики мира стремятся обеспечить спасение своей экономики с помощью налоговых стимулов. На первый взгляд, фискальный стимул отлично подходит для экономики, которая восстанавливается. Прочитав весь этот документ и сделав выводы, я с уверенностью скажу, на самом деле, налоговый стимул это как укол морфина мертвому человеку. Без обид фискалы, но именно так я вижу текущее состояние. Девятый пункт. Нулевые или отрицательные процентные ставки во всем мире. Единственный путь для центральных банков сегодня это вниз, ведь они уже и так находились на пиковых значениях ставок. Крупные центральные банки сегодня либо уменьшают процентные ставки, либо оставляют их без изменений. Еврозона и Япония уже являются территориями с отрицательными ставками. Нужно помнить, что процентные ставки не снижаются, когда с экономикой все хорошо. Очевидно, что центральные банки понимают, другого способа оживить эту экономику уже нет. Процентные ставки, вероятно, останутся низкими и в обозримом будущем. Десятый пункт. Умные деньги стекаются в драгоценные металлы. Золото растет, как и палладий. Предвидя нестабильный рынок в будущем, управляющие фондами также стремятся выйти из рискованных активов в более безопасные. Доходность начала года по золоту всех порадовала. То же самое в случае с палладием, титаном и так далее. Как мы видим, драгоценные металлы до сих пор считаются инвесторами безопасной гаванью, когда на рынке запахло штормом. Одиннадцатый пункт. Падение розничных продаж в Америке. Доллар ослабевает, так как розничные продажи слабее ожиданий. К примеру, вступая в праздничный сезон, сентябрьские розничные продажи в прошлом году в США демонстрируют некоторое ослабление, которое с тех пор и продолжается месяц за месяцем. Падение продаж – это обычное начало ослабления доверия потребителей к экономике, а также индикатор того, что потребители сокращают расходы, что не есть хорошим знаком для экономики, которая сегодня по большей части является потребительской. Двенадцатый пункт. Мировой жилищный пузырь. Жилищный пузырь готов лопнуть в крупных городах мира. Лондон, Амстердам, Ванкувер, Торонто, Мюнхен, Гонконг, Париж, Мельбурн. Нет, это не список туристических мест, которые я хотел бы посетить. Это список главных городов, где раздувается пузырь недвижимости. Это будет похож на кризис субстандартного кредитования 2008 года, только на стероидах. Что же приведет к лопанию этих пузырей? Очень рекомендовал бы прочесть эту статью, как процентные ставки влияют на цену на недвижимость. Проанализировав эту информацию, мы делаем вывод, что сверхнизкие процентные ставки, которыми сейчас от безысходности балуются центральные банки, приводят к росту цен на недвижимость. Причем это происходит так быстро, что рост цен на жилье уже не соответствует росту доходов населения. Не хочу никого пугать, но я чувствую, что вечеринка на Олл-стрит очень скоро закончится. Возможно, из-за четвертого количественного смягчения, которое планирует ФРС, будет наблюдаться еще один толчок роста на рынке недвижимости, но затем нас ждет серия глубоких коррекций. И тринадцатый пункт – это рабочие места. Тысячи рабочих мест сокращаются по всему миру. Массовые увольнения происходят везде. Банки сокращают 60 тысяч рабочих мест по всему миру. Ниссан сократит 12 с половиной тысяч рабочих мест также по всему миру. А это 9% всех сотрудников. Забавно, что они называют рабочее место единицей. А особенно забавно, если задуматься, что по факту одно рабочее место – это один человек. Но для крупной компании человек всего лишь единица. Дойче Банк увольняет 18 тысяч сотрудников. Об этом у меня, кстати, есть более подробное видео, если не смотрели, ссылка на него будет в описании. Ауди сократит почти 10 тысяч работников. Форд сокращает 10% своих сотрудников, а это 7 тысяч рабочих мест. С целью сэкономить 600 миллионов долларов в год. Либерти Стилл сокращает рабочие места Великобритании. Как мы видим, автомобильные компании, банки, стартапы, сырьевые компании и так далее все больше начали увольнять своих сотрудников. Это могут быть признаки грядущего кризиса в ближайшем будущем. Что касается вероятности наступающей рецессии. Теперь это больше не вопрос «если», это вопрос «когда». Рецессия будет глобальной, потому что национальные экономики тесно переплетены и взаимосвязаны. Позвольте мне рассказать вам, что на самом деле происходит. Нам навязана идеология расходов. Мы тратим, тратим и тратим. А наши правительства и огромные транснациональные компании побуждают нас жить на полную катушку. За последние 20 лет центральные банки создали искусственную структуру, в соответствии с которой цены просто обязаны расти каждый год на 2-3%. Они снижают процентные ставки, чтобы поддержать инфляцию. Беда в том, что это все просто перестало работать. Еще в феврале 1999 года банки Апонии снизил официальную процентную ставку до нуля. Да, до нуля процентов. Чтобы оживить свою экономику. Сегодня ставка уже ниже нуля. Минус 0,1%. Прямо как прогноз роста экономики этой страны на 2020 год. В Америке, Европе и даже в Австралии процентные ставки снизились, как и цены. Да-да, вы не ослышались. Цены там падают, потому что снижаются производственные затраты из-за автоматизации и использования богатыми странами рабочей силы из более бедных стран. Рабочая сила это в основном эмигранты и иностранцы, которые готовы работать за меньшие деньги. Цены также падают, потому что рост заработных плат стагнирует, поэтому люди тратят меньше. Правда, почему-то в Украине это не работает. Ну да ладно, речь об Америке, Европе и Австралии. В центральной банке, чья главная задача состоит в том, чтобы избежать рецессии, не ради вас, не ради меня, а лишь потому, что они не хотят, чтобы их частное богатство превратилось в ничто, недавно создали более 15 триллионов долларов новых денег. Причем их даже не напечатали, это просто цифры в цифровых регистрах. Далее они купили акции и облигации, чтобы еще больше снизить процентные ставки. Таким образом, они надеялись, что обычные люди, как мы, будем занимать больше, тратить больше и покупать больше, чтобы фабрики продолжали гудеть, а цены росли. Но, увы, инфляция в США составляла всего лишь 0,6% в год. Тем временем, цены на жилье и акции взлетели, сделав богатых еще богаче. Это означает, что если вам нужно сегодня купить жилье, у вас теперь будет еще больший долг, а значит еще меньше денег, чтобы их тратить. Что означает то, что если эти фабрики перестанут гудеть, а люди потеряют свою работу, сначала иностранцы, конечно, но потом и мы. Мы будем безработными, которые не смогут погасить свои долги, даже те, которые под 0% или даже под минус 0,1%, хотя банк никогда не даст вам такую ставку. И что мы будем иметь в таком случае? Мы будем иметь нереальный крах, как это случилось в 1929 году. Не то, чтобы я хотел напугать вас или что-то еще, но я считаю, что вы сейчас должны избавиться от всего долга, который имеете. Прямо сейчас освободитесь от всех долгов, потому что радужные и счастливые дни безудержного потребления подходят к концу. Вы должны понять политику, стоящую за необходимостью кризиса и рецессии. На самом деле, никаких кризисов не бывает. Это искусственное явление, созданное частным сектором для получения более высокой прибыли, меньших налогов для себя родимых, но зато более высокой инфляции и как можно более низких зарплат для толпы. Ну а сегодня мы уже можем находиться в состоянии рецессии. Просто экономические показатели еще не успели наверстать отставание от реалий. На этом у меня все. Меня зовут Богатейщий Ди. Зарабатывайте и богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok